ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России снова заговорили о снижении допустимого уровня алкоголя в крови водителя и в воздухе, который он выдыхает. Напомню, что сейчас действует порог в 0,3 промилле и в 16 миллиграммов на литр соответственно. До 2013 года был абсолютный ноль, так что прав можно было лишиться, предположим, за выпитый стакан кефира. Насколько власти собираются уменьшить, значение не уточняется, но ряд специалистов утверждает, что не исключен возврат к стопроцентной трезвости. ТРАССА СТО ОДИН «Мы более 60 тысяч человек теряем в год на дорогах» — эта фраза, произнесенная в интервью изданию «Ведомости», принадлежит вице-премьеру Марату Хуснулину. Цифра, честно говоря, шокировала. По официальным данным МВД, в последние годы погибших в ДТП у нас порядка 16 тысяч за 12 месяцев. Чиновник оговорился? Или назвал реальную цифру? Сказано это было для того, чтобы обосновать необходимость снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. ТРАССА СТО ОДИН Официальной продажи красивых автомобильных номеров в России не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Соответствующий проект, о котором начали активно говорить в 2019 году, заглох. Никто, оказывается, к нему не готов. Ни федеральные власти, ни региональные, ни ГИБДД. Планировалось наладить реализацию блатных номеров через аукционы на сайте госуслуг. Назвались даже конкретные суммы. Якобы знаки, где используется только одна цифра и одна буква, например, Х000ХХ, стоил бы от 600 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН А «Ладу Весту» превратили в беспилотник. Чудесное превращение реализовали специалисты Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Затея, по данным газеты РУ, обошлась им почти в 40 миллионов рублей. Сама модель сейчас стоит от 836 тысяч. Отечественный седан оборудовали радарами разных типов и видеокамерами. Движение осуществляется на основе цифровых карт местности. По задумке, созданную систему автономного управления можно будет использовать на любом автомобиле. ТРАССА СТО ОДИН Почти что каждый десятый зарегистрированный в нашей стране автомобиль был выпущен еще во времена Советского Союза. Среди легковых авто той эпохи, по данным агентства «Автостат», лидирует ВАЗовская «шестерка». Среди грузовиков ГАЗ-53. В сегменте, как принято сейчас говорить, легкой коммерческой техники, пальму первенства удерживает УАЗ-3303 «Головастик». Наиболее распространенный советский мотоцикл – Ишь Юпитер. Всего в нашей стране насчитывается порядка 45 миллионов легковых машин. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН